Мрачное состояние падшего, 19. Адам, приступив заповедь Божий, послушав лукавого змея, продал и уступил себя в собственность дьяволу. И в душу эту прекрасную тварь облегся лукавой. Душа называется телом лукавой тьмы, пока в ней пребывает духовная тьма, потому что там живет и содержится она в продолжении лукавого века тьмы, как и апостол, упоминая о теле греховном и о теле смерти, говорит, да будет упразднено тело греховное. Еще кто избавит меня от всего тела смерти? Душа не от Божьей естества и не от естества лукавой тьмы, но есть тварь умная, исполненная красоты, великая и чудная. Прекрасное подобие образ Божия лукавства темных страстей вошло в нее вследствие преступления. Лукавый князь царства тьмы, вначале пленив человека, так обложил и облег душу властью тьмы, так облекает человека, чтобы соделать его царем и дать ему все царские одеяния, и чтобы от головы до ногтей носил он на себе все царское. Так лукавый князь облег душу грехом, все естество ее и все ее сквернил, всю пленил царство свое, не оставил в ней свободным от своей власти ни одного члена ее, ни помыслов, ни ума, ни тела, но облег ее в порфиру тьмы. Как в теле при болезни стражить не один ее член, но все оно всецело подвержено страданиям, так и душа вся пострадала от немощи, порока и греха. Лукавый всю душу, это необходимая часть человека, этот необходимый член его, облег в злобу свою, то есть в грех, и таким образом тело соделалось страждущим и членным. Когда апостол говорит, совлекшись ветхого человека, в Калахсянам 3.9, то разумеет человека совершенного, которого соответствует отча, свои очи, голове, своя голова, ушам, свои уши, рукам, свои руки, ногам, свои ноги. Ибо лукавый осквернил и увлек себя всего человека ветхого, оскверненного, нечистого, богоборного, непокорного Божьей закону. Увлек самый грех, чтобы не смотрел уже как желательно человеку, но и видел лукавого, и слышал лукавого, чтобы и ноги его поспешали на злодеяние, и руки его делали беззаконие, и сердце помышляло лукавое. Ветхий человек вставлек в себя человека совершенного и носит одежду царства тьмы, одежду хулы, неверия, небоязненности, тщеславия, одежду гордыни носит теперь, сребролюбие, похоти и другие одеяния царства тьмы, нечистые и скверные рубики. Тогда и домогался враг, чтобы Адамовым преступлением уязвить и омрачить внутреннего человека, владычественный ум, зрящий Бога. И очи его, когда недоступны им, стали небесные блага, прозрели уже для пороков и страстей. Аковами тьмы связывает падшую душу духи злобы. Почему не может она ни сколько желает любить Господа, ни сколько желает веровать, ни сколько желает молиться, потому что со временем преступления первого человека противления и явно, и тайно во всем овладела нами? В тот день, когда пал Адам, пришел Бог, и, ходя в раю, и увидел Адама, пожалел, так сказать, и изрек при таких благах, какое избрал ты зло. После такой славы какой несешь на себе стыд? Почему теперь так омрачен ты, так обезображен, так бренен? После такого света да какая тьма покрыла тебя. Когда пал Адам и умер для Бога, сожалел о нем творец. Ангелы, все силы, небеса, земля, все твари оплакивали смерть и падение его, ибо твари видели, что данный им старяк стал рабом сопротивной лукавой тьмы. И так тьмой, тьмой горькой и лукавой облег он душу свою, потому что воцарился над ним князь тьмы. Он-то, Адам, и был тот изъязвленный разбойниками, ставший полумертвым, когда проходил из Иерусалима Верихон. Адам, приступив заповедь, изнан из рая, и навлек на себя гнев Божий. Как прогневавшись некогда на иудеев, Бог предал Иерусалим на позор врагам, и ненавидящие их стали господствовать над ними. И не было уже там ни праздника, ни приношения. Так прогневавшись и на душу за преступление заповедей, он предал ее врагам, демонам и страстям. И они обольстив ее совершенно, уничижили, и не стало уже там ни праздника, ни фимиама, ни приношения, предлагаемого душой Богу. Потому что пути к достопримечательному в ней наполнились дикими зверями, и возгнездили с ней присмыкающиеся лукавые духи. И как дом, если не живет в нем владетель, облекается во тьму, в бесславие, в поругание, наполняется не чистотой и гноем, так и душа. Если владыка и не ликовствует в ней с ангелами, наполняется греховной тьмою, постыдными страстями и всяким бесславием. Поскольку человек в прислушании принял клятву на клятву, то тернии волшты возрастить тебе земля, еще возделывая землю, и не приложит она дать тебе плодов своих, то на земле сердца его возродились и возросли терния его. Враги обманом восхитили славу его и облекли его стыдом. Похищен свет его, облечен он во тьму. Убили душу его, рассыпали и разделили помыслы его, совлекли ум его с высоты. И человек, Израиль, стал рабом истинного фараона, и он поставил над человеком приставников дел и досмотрщиков лукавых духов, которые понуждают человека волей и неволей делать лукавые дела его, составлять брения и кирпичи, удалившие человека от небесного образа мыслей. Не извели его к делам лукавым, вещественным, земным, бренным, к словам, помышлениям и рассуждениям суетным, потому что душа, не спав с высоты своей, встретила человека ненавистное в царстве и жестоких князей, которое понуждает ее созидать им греховные города пороха. Представь себе царя, у которого есть достояние и подвластные ему служители, готовы к услугам, и случилось, что взяли и отвели ее в плен враги. Как скоро он взят и уведен, необходимо служителям и приспешникам ее следует за ним же. Так и Адам, чистым создан от Бога на служение ему. И в услугу Адаму даны твари эти, потому что поставлен он господином и царем всех тварей. Но к нему нашло доступ и побеседовало с ним лукавое слово. Адам сначала принял его внешним слухом, потом оно проникло в сердце его и объяло все его существо, пленило его, а таким образом по его пленении пленена уже с ним вместе служащая и покорствующая ему тварь, потому что через него воцарилась смерть над всякой душою. И вследствие ее прислушания так и сгладило весь Адамов образ, что люди изменились и дошли до поклонения демонов. Ибо вот и плоды земные, прекрасно созданные Богом, приносятся демонам. На отарих возлагает хлеб, вино и элей, и животных. Даже сынов и дочерей своих приносили они в жертву демонам. Со времени Адамова преступления душевные помыслы, отторшись от любви Божией, рассеялись в веки этом и смешались с помыслами вещественными и земными. Но как приступивший заповедь Адам принял в себя закваску зловредных страстей, так и родившиеся от него и весь род Адамов по преемству стали причастниками той закваски. А при постепенном приспиянии и возрастании ее в людях до того же умножились греховные страсти, что простерлись за прелюбодеяние, непотребство, излослужение, убийств и других нелепых дел, пока все человечество не вскисло пороками. Зло до того возросло в людях, что помыслили, будто бы нет Бога. Стали же поклоняться недушевленным камням, вовсе не могли даже составить себе понятия о Боге. До такой степени закваска зловредных страстей заквасила род ветхого Адама. После того, как человек уклонился от заповедей и подвергся осуждению гнева, грех взял его в свое подданство и сам, как некая бездна горечи и тонкая глубокая, вошедшая внутрь, овладел пажетями души до глубочайших ее тайников. Душу и примешавшийся к ней грех можно уподобить великому дереву, которому много ветвей, а корни в земных глубинах. Грех, вошедший в душу, овладел ее пажетями до глубочайших тайников, обратился в привычку, в нечто прирожденное. В каждой с младенчества вместе растет, воспитывает ее и учит всему худому. Лазарь, который воскресил Господь, этот Лазарь, исполненный великого зловония, так что никто не мог приблизиться к гробу его, был образом Адама, принявшего в душу свою великое зловоние и наполнившегося чернотой и тьмою. Но ты, когда слышишь об Адаме, об изъязвленном разбойникам и о Лазаре, не дозволяй, как бы по горам блуждать уму твоему, но заключить внутри души своей, потому что и ты носишь те же язвы, то же зловоние, ту же тьму. Все мы, сыны этого омраченного рода, все причастны того же зловония, какой немощью пострадал Адам, той же пострадали и все мы, происходящие от Адамова семени. Ибо такая же немощь, как говорит Исаия, постигла и нас. Нет целого места пятна, гноящиеся раны, не смягченные и необвязанные. Такой неисцельной язвой уязвлены мы. Как в Египте в продолжении трехдневной тьмы сын не видал отца, брат, брата, друг искреннего друга, потому что покрывалась тьма, так и после того, как Адам приступил заповедь, не спал он из прежней славы и подчинился духу мира. И покрывалась мысль не зашло на душу его, а от него и до последнего Адама, Господа, не видал человек истинного небесного отца, благосердой и доброй матери, благодати духа, сладчайшего и вожделенного брата, Господа, друзей и искренних своих, святых ангелов, с которыми некогда радостно ликовал и праздновал. И не только до последнего Адама, даже и ныне для кого не воссияло солнце правды, Христос, у кого не отверглись душевные очи, просвещенные истинным светом, все те покрыты той же тьмой и греха, имеют в себе то же действие сластолюбие, подлежат тому же наказанию, и нету них оттей, которыми бы могли видеть отца. Ча до века этого подавляется пшеницей, сыпанной в решето земли сей, и просеивается среди непостоянных помыслов мира сего при непрестанном волнении земных дел, пожелания, многосплетенных вещественных понятий. Сатана сотрясает души и решетом, то есть земными делами, просеивает весь род человеческий. Со времени падения, как приступил Адам заповедь и подчинился лукавому князю, взявшему над ним власть, непрестанными обольстителями метущимися помыслами всех ценов века сего, просеивает и приводит он в таком мгновение в решете земли. Как пшеница в решете его просеивающего бьется и сбрасывается непрестанно, в нем переворачивается. Так князь лукавца земными делами занимает всех людей, колеблит, приводит в смятение и в тревогу, заставляет прирожать их суетным помыслам, гнусным пожеланиям, земным мирским связям непрестанно пленяя, смущая, уловляя весь грешный род Адамов. И Господь предсказал апостолам будущее на них восстание лукавого. Вот она просила, чтобы я сеял вас как пшеница, но я молюсь отцу моему, чтобы не оскудила вера ваша. Ибо это слово и определение, изреченное создателем каимы явно, вот иная и трясясь, тревоги будешь на земле, служит втайне образом и подобен для всех грешников, потому что род Адамов, приступив заповедь и, соделавшись грешным, принял на себя втайне это подобие. Люди приводятся в колебания непостоянными помыслами боязни, страха, всякого смущения, пожеланиями, многообразными всякого рода удовольствиями. Князь мира этого волнует всякую душу, нерожденной от Бога. И, подобно пшенице, непрестанно вращающейся в решете, разнообразно волнует человеческие помыслы, всех приводя в колебания и уловляя мирскими обольщениями, плоскими удовольствиями, страхованиями, смущениями. И Господь показывает, что последующие обольщениям и хотениям лукавого носят на себе подобие каина, лукавства. И, обличая их, сказал, вы хотите исполнять похоти отца вашего, ибо он есть человек убийца от начала и не устоял в истине, потому что нет в нем истины. Посему весь род грешный Адамов в тайне несет на себе то осуждение. Стена и трясясь будете тревожными в решете земли и сеющим вас сатаною. Как от одного Адама распространился по земле весь род человеческий, так одна какая-то страшная порча проникла во весь грешный род человеческий. И князь злоба один в состоянии сеять всех непостоянными, вещественными, суетными, мятежными помыслами. И как один ветер может приводить в колебания и движение все растения и семена, и как одна ночная тьма распространяется на целой вселенной, так князь Лукавство, будучи некой мысленной тьмой греха и смерти, каким-то сокровенным и жестоким ветром обуревает и кружит весь на земле род человеческий, непостоянными помыслами, мирскими пожеланиями, уловляет человеческие сердца, и тьмой, и неведение, и ослепление, и забвение наполняет всякую душу, нерожденную свыше, и мыслью, и умом не переселившуюся военной век, по сказанному наше жительство на небесах. Видимый мир от царей и до нищих в лес в смятении, в нестроении, в борьбе, и никто из них не знает тому причины этого явного зла, предзошедшего вследствие Адамова преступления. Это вожало смерти, потому что превшедший грех, как разумной некой силой сущной сатаны, посеял всякое зло. Он тайно действует на внутреннего человека и на ум и борется с ним помыслами. Люди же не знают, что делают это, побуждаемое чужою некой силою, напротив того думают, что это естественно, и что делают это по собственному своему рассуждению. Но в самом уме, имеющем из Христов озарение Христова, знают, откуда воздвигается все это. 37. Сколько появлялось царей из Адамова рода, которые овладевали всей землей и много думали о царском своем владычестве, и ни один при таком довольстве не мог познать того повреждения, какое преступлением первого человека произведено в душе и омрачило ее. Почему не познает она происшедшей в ней перемены, а именно, что ум теперь за падение свое облечен стыдом и по ослеплению отчей сердечных не видит той славы, какую до преступления видел отец наш Адам. Были праздные мудрецы в мире. Одни из них показали свое превосходство в любомудре, другие удивляли упражнениям в софистике, иные показали силу в зетисте, иные были грамматиками и стихотворцами, писали по принятым правилам истории. Были разные художники, упражнявшиеся в мирских искусствах. И все эти обладаемые поселившимся внутри их змеем, и не осознавая живущего в них греха, сделали пленниками и рабами лукавой силы, и никакой не получили пользы от своего знания и искусства. Не говорим, что человек всецело утратился, уничтожился, умер. Он умер для Бога, живет же собственным своим естеством. Человек погиб за преступление, стал язвен, сатана омрачил его ум, и в ином человеке действительно мертвец, в ином живет, рассуждает и имеет волю. И по преступлению осталось сведение, осязательно это видно в действиях совести. когда разбойника берут суд и начинает судить, князь спрашивает его, когда делал ты зло, неужели не знал, что будешь пойман и при этом смерти? И разбойник не осмелится сказать, что не знал, потому что была ему известна эта истина. И блудник не знает разве, что делает худо, и вор не знает разве, что грешит. Так люди без писания, по Бог невозможно будет им вон и день сказать, не знали мы, что есть Бог, ибо в громах и молниях с неба возвещается им. Не знаете разве, что есть Бог, управляющий тварью? Несправедливо иные, введенные в обман лжеучением, утверждают, что человек решительно умер и вовсе не может делать ничего доброго. Осталась в человеке свобода, какую Бог дал ему в начале. Как совершенные, не привязаны к добру какой-либо необходимостью, так не привязаны и к злу, погрязшего греке и делающий себя сосудом дьявола. Ты свободен, если хочешь погибнуть, то природа твоя удобо изменяема. Кто хочет, тот и покорствует Богу, идет путем правды и владеет пожеланиями, потому что ум этот есть противоборник и твердым помыслом может препобедить порочные стремления и гнусные пожелания. Напрасно, однако, надмиваясь, думает собственной своей свободой, устранить от себя поводы ко греху. Свобода, возможная для человека, простирается на то, что противится дьяволу, а не на то, чтобы при всей возможности непрерывно иметь и власть над страстями. Ибо сказано, если не Господь созиждет дом и охранит город, то напрасно бодрствует страж и трудится строище. В нас со всей силой и ощутительностью действует зло, внушая все нечистые пожелания. Однако шанос растворенно с нами не так, как иные говорят, это о смешении вина с водою. Но как на одном поле растут и пшеница сама по себе и плеют сами по себе, или как в одном доме находится особо разбойник и особо владитель дома. Когда светит солнце и дует ветер, то у солнца свое тело и своя природа, а у ветра своя же природа и свое тело. Так и грех примешивался в душе, но его греха и души своя особая порода. Источник изливает чистую воду, но над ней его лежит тина. Если возмутит кто тину, весь источник делается мутным. Так и душа, когда бывает возмущена, растворяется с пороком. И сатана чем-то одним делается с душою. Оба духа во время блуда или убийства составляют что-то одно. Поэтому кто соединяется с прелюбодейкой, делается одно с ней тело. В иное же время самостоятельная душа действует сама по себе и раскаивается в своих поступках, плачет, молится и приводит себе на память Бога. А если бы душа всегда погрязала во зле, то как могла бы делать это? Потому что сатана, будучи жестокосерный, никак не хочет, чтобы люди обращались к покаянию. Господь устроитель спасения. Мир уподобляется человеку богатому, который владеет великолепными огромными домами, изобилой серебром и золотом, различными стяжаниями, всякой присугой, но внезапно объяв болезнями и немощами, все родство стоит перед ним, и при всем богатстве не может избавить его от болезни. Так никакая житейская рачительность, ни богатство, ни другое, что душу погруженную в грех не изъемлет от греха и одно только пришествие Христово может очистить душу и тело. Поскольку род человеческий в беззаконии зачавшихся по грехах родившись от матерни утробы делается отчужденным и от матерни отчерева пребывал в заблуждении после того, как от Адама стали царствовать грех, то пришел умилосердивший Агнес Божий, чтобы собственную своей силою взять грехи мира. прежде связав крепкого, а потом расхитив собранное им в добычу сосуды, по сказанному пленил плен. Сатана и князь детьмы со времени преступления заповеди воссели в сердце, в уме и в теле Адамовым, как на собственном своем престоле. Почему пришел наконец Господь и принял на себя тело от Девы, потому что если бы угодно ему было прийти непокровенным божеством, кто мог бы вынести это? Напротив того, посредством этого орудия тела возглагол он к человекам. Наконец, лукавых духов, восседающих в теле, низложил Господь с престолов, то есть понятий и помыслов, которыми они правили. Я очистил совесть и соделал ум и помыслы и тело престолом себе самому. Вот повелел Моисея сделать медного змея, вознести и пригвозить его наверху дерева, и все уязвленные змеями, взирая на медного змея, получали исцеление. Мертвый змей препобеждал змеев живых, потому что был образом Господне тело, ибо Господь тело свое, принято им от Марии, вознес на крест, простер на древе и пригвозил к нему. И мертвое тело победило и умертвило змея живущего и пресмыкающегося сердца. Великое здесь чудо! Душу, вначале уязвленную не из цельной язвы вредоносных страстей, никто не мог исцелить, ни из праведных, ни из отцов, ни из пророков, ни из патриархов. Приходил Моисей, но не мог подать совершенного исцеления. Были священники, дары, десятины, субботствования, новомесячие, омовения, жертвы, всесожжения и всякая прочая правда совершалась по закону. А душа не могла исцелиться и очиститься от нечистого течения злых помыслов. И вся правда и несостояние была врачевать человека, пока не пришел спаситель, истинный врач, даром врачующий и себя дающий в искупительную цену за рост человеческий. Он один совершил великое спасительное искупление и врачевание души. Он освободил ее от рабства и извел ее из тьмы. 54. Собственные от земли взятые врачевства, то есть свои только дела правды, не могли врачевать и исцелить душу от такой невидимой язвы. Только силой небесного и божеского естества, даром Духа Святого, этим одним врачевством мог человек получить исцеление и достигнуть жизни, почищение сердца Духом Святым. Как земледелец, когда идет обрабатывать землю, должен взять приличные для возделания орудия одежды, так и Христос. Царь Небесный истинный Делатель, когда пришел к запустевшему от пороков человечеству, облегшись в тело и вместо орудия понесший крест, воздел запустевшую душу и изъял из нее тернии и волшцы и сторх плевел и греха и все былие грехов его пожег огнем. Таким образом, возделав ее древом креста, насадил в ней прекраснейший духовный сад, который всякого рода сладкие и вожделенные плоды приносит Богу, как владыки. Христос Господь Новый Завет обновил, крестом и смертью сокрушил врата ада и греха, изведя верные души, подав им внутрь утешителя и введя их в царство свое. В законе предписано было жрецу взять двух голубей, одного заквать, оживого окропить его кровью и пустить летать на свободе. Это действие было образом и тени истины, ибо Христос заклан, и кровь его окропившая нас, соделала нас окрыленными, потому что дала нам крыло Святого Духа, невозбранного спорятьем, в воздухе божества. Господь наш Иисус Христос для того и пришел, чтобы изменить, преобразить и обновить естество и эту душу. Вследствие преступления, не изложенные страстями, создать вновь, растворив ее божественным духом, Он пришел, верующих в Него соделать новым умом, новой душою, новыми очами, новым слухом, новым языком духовным, одним словом, новыми людьми. Как враг, взяв подчинившегося ему человека, сделал его новым для себя, обложив вредоносными страстями, помазав духом греха, влил в него вино всякого беззакония, так и Господь, избавив человека от греха, соделал его новым, помазав духом святым. Как в видимом мире никто не может сам собой переплыть и перейти море, если нет у него легкого и удободвижимого корабля, который, будучи устроен из дерева, может носиться по водам, потому что потонет и погибнет, кто пойдет по морю, так и души невозможно самой собой перейти, преодолеть и переплыть в горькое море греха, непреходимое бездно лукавых сил и темных страстей, если не примет себя удободвижимого, небесного, легкокрылого Духа Святого, попирающего и превосходящего всякое лукавство. 61. Господь наш Иисус Христос воспринял на Себя попитение о спасении человека, совершил все домостроительство и с самого начала прилагал старания через отцов, патриархов, через законы пророков, а напоследок пришедший сам и пренебрегший крестный позор претерпел смерть. И весь труд, все старание было для того, чтобы от Себя, от естества Своего породить Тя Духом, благоволись, чтобы рождались они свыше, от Божества Его. И как земные отцы печалятся, если не рождают, так и Господь, возобнив рот человеческий, как собственный свой образ, восхотел породить их от Своего Божественного Семени. И если иные не хотят принять такое рождение, быть рожденными от свесла Духа Божия, то великая печаль Христу за них страдавшему и терпевшему, чтобы спасти их. Господь хочет, чтобы все люди сподобились этого рождения, потому что за всех умер и всех призвал к жизни. А жизнь есть рождение от Бога свыше, ибо без этого рождения душе невозможно жить, как говорит Господь, если кто не родится свыше, не может войти в царствие Божие. А поэтому все те, которые уверовали в Господа и приступив, сподобились этого рождения, радость великой и сели на небесах доставляют родившим их родителям. Все ангелы и святые силы радуются души рожденные от духа и соделавшиеся духом. Земледелие всюду бросает семена и желает, чтобы все они принесли плод, а потом приходит серпом и печалится, если не находит плода. Так и Господь хочет, чтобы слово его посеяно было в сердцах человеческих. Но как земледелие спечалится оскудной ниве, так и Господь скорбит оскудном и не приносящем плода сердца. Как если бы царь, нашедший человека оскудного и недужного не постыдился его, но врачебными составами стал врачевать его раны и перенес свои чертоги и облекал в порфиру диадему и сделал сообщником своей трапезы. Так и небесный царь Христос, пришедший к недужному человеку, исцелил его и приобщил к царской своей трапезе, и притом, не давая принуждения воле его, но действуя на него увещаниями возвел его в такую честь. В Евангелии написано, что Господь послал рабов, призвав желающих и объявить им, вот ужин мой готов, но сами званные отказались и говорили, один я купил пару волок, другой взял жену, видишь ли, звавший готов, отреклись званные, и конечно сами для себя были виною, видишь, Господь уготовил им царство, зовет их, чтобы вошли, но они не хотят. Господь непрестанно ударяет двери сердец наши, чтобы отверзли мы ему, и он вошел, и почил в душах наших, и сотворил обитель у нас, ибо говорит, вот стою у двери и стучу, и кто услышит голос мой, войду к нему, кто отворит дверь, для того он благоволил много пострадать, предав тело свое на смерть, искупил нас от рабства, чтоб пришедший к душе нашей сотворить в ней обитель, ибо и пища, и питье, и одежда, и покров, и упокоение его в душах наших. Почему непрестанно ударяет в дверь, желая войти к нам, примем же его, и ведем внутрь себя, потому что и для нас он есть, и пища, и питье, и жизнь вечная, и всякая душа, которая не приняла его в себя, и не упокоила его в себе, ныне, или лучше сказать, сама не упокоилась в нем, не имеет наследия в святым и старстве небесном, и не может войти в небесный город. Ты сам Господи Иисусе Христе.